Всем здравствуйте! Вы попали на вводную лекцию кафедрального курса кафедры алгоритмических языков, которая называется парадигмы программирования. Меня зовут Георгий Курячий, я сотрудник факультета учитель математики и кибернетики. Правда, немножко другой. Работаю не на кафедре алгоритмических языков. Что еще для себя рассказать? Такого, что имеет отношение к нашей лекции. Ну вот я второй раз уже эту вводную лекцию читаю. Видимо, вот мне доверили такое важное дело. Сам курс пройдет в течение этого семестра, будет сопровождаться практическими занятиями и лекциями. Вот. Более подробно вам расскажут, тем из вас, кто, собственно, посещает этот курс, расскажут, там кажется, в канальный дискорд. Вот. Моя задача на сегодня попытаться объяснить, косвенно объяснить, про что и зачем весь этот курс затеян. Дело в том, что мы не можем с самого начала сказать, смотрите, дорогие слушатели, мы изучаем парадигмы программирования. Вот вам парадигма номер один, вот вам парадигма номер два, вот парадигма номер н, а теперь у нас экзамен. Рассказывайте про эти парадигмы. Это довольно глупо, по двум причинам. Причин первая, мы не знаем, что такое парадигма, точнее не договорились об этом. Причин вторая, скорее всего, мы в действительности не договорились о том, что такое программирование. И я предлагаю начать именно с этого, потому что иначе, иначе мы с просто никогда не дойдем до понимания. Вот. Для тех, кто учился на первом курсе факультета, ближайшее время нашего разговора будет, скажем так, не слишком большой новостью, но я постараюсь повернуть рассмотрение таким образом, чтобы было интересно. Значит, мы помним, что... Ну, давайте начнем с конца, да. Давайте попробуем дать определение программированию, да, а потом выделим из него те сущности, которые тоже в свой счет требуют определения. Значит, программирование — это создание программ. То есть актуализация понятия программы в рамках нашего понимания слова программа. А программа, в свою очередь, есть формальная запись алгоритма. Кстати, кажется, это здесь не записано, и это, конечно, очень смешно. Давайте я запишу прямо при вас. Это же не хорошо, что тут этого не написано. Соответственно, у нас вот здесь вот будет еще один функт, что программа. Программа. И формальная запись алгоритма. Ну, или формализованная. Вот. Ну, а программирование — это стало создание этой программы. Значит, если я в чем-то ошибся и надо определение уточнить, уточним. Так вот, возвращаемся к понятию, ну, слово формальное тут не требует определения, а слово алгоритм определение требует. И мы вспоминаем, значит, первый курс, когда нам рассказывали, что такое алгоритм. Не знаю, все ли помнят, но у понятия алгоритм нет определения. Его нету в математическом смысле. Есть только так называемое операциональное определение. Операциональное определение — это, как нам подсказывает Википезия, это описание явлений в терминах операций. Вот. То есть алгоритм — это когда. Когда, где бы то ни было, где на экзамене обращают внимание на научную состоятельность речи экзаменуемого, и он говорит определение там чего-то, там, допустим, многочлена. Многочлен — это когда. В общем, в этом месте можно этому человеку, как бы, просить его перестать, да, и переходить к следующему вопросу. Вот. В случае алгоритма — это не так. Алгоритм — это когда. Алгоритм — это когда формализована задача, то есть задача поставлена. Алгоритм не бывает, да, понятие алгоритма включает в себя формализацию той задачи, которую он решает. Формализованы действия, которые можно делать, и объекты. Объекты входят в понятие исполнитель, поэтому они не на первом месте, но тем не менее. Значит, задача ставится относительно объектов. То есть мы, у нас есть какие-то... Ну, мы про это и будем говорить, Андрей. Ровно про это. Тут Андрей замечает, что парадигма программирования не в компьютере, а в голове. А вся сегодняшняя лекция про это. Вот. Значит, формализованы объекты, и известно, как именно эти объекты из вашей предметной области, то есть области окружающего мира, которые представляются внутри вашего исполнителя формализованного. Формализованы действия, которые можно делать с этими объектами. Вот. И, собственно, программа, в которой есть конечная запись действий. А, вот оно определение, я зря его написал при вас. Вот оно. Это определение, это пункт четвертый. У программы, которая оформализует алгоритм, есть два важных свойства, без которых то, что вы в программу написали, алгоритмом не является. Это однозначность и конечность. Программа, которую вы написали, должна завершиться за фикшеном таймом. Вот. Вот. И если она не завершается, то это вообще не алгоритм, а черти что. Вот. А если она завершается, значит, это алгоритм. И второе. Программа для одной и той же задачи, то есть на одном и том же наборе входных данных, на одном и том же наборе обрабатывательных объектов, независимо ни от чего, должна выдавать один и тот же результат. Это свойство однозначности алгоритма. Как видите, это не определение, которое нам рассказывает, что такое алгоритм, а определение, которое расскажет, каким он должен быть. Да? Операционально. Вот. С этим связано довольно много интересных шуток. Например, вот эта вот область алгоритмистики с точки зрения как научная дисциплина, она, в общем, довольно быстро заканчивается как таковая, потому что есть, например, теорема о самоприменимости, которая говорит о том, что нет алгоритма, который проверяет, является ли алгоритм формализованный, записанный, является ли программа алгоритмом. То есть мы не можем, теорема останова, я забыл, проблема останова называется эта штука, она просто одно из доказательств, это доказательство с помощью самоприменимости. Проблема останова говорит о том, что не существует алгоритма, который бы по внешнему виду программы и внешним видам подданных данных однозначно определял бы, остановится ли эта программа на этих данных. То есть мы довольно, именно поэтому, собственно говоря, нет формального определения. Мы довольно близко, быстро выпадаем в ситуацию, что мы что-то такое написали. В некоторых случаях мы можем доказать, что это алгоритм, что он остановится на всех входных данных. А в некоторых случаях не может. Ну, например, для этого нам нужно будет его запустить на всех возможных входных данных, а их, на секундочку, бесконечное число. И дальше начинается, в общем, довольно странная такая штука, что вся вот эта наша формализация, все эти наши программистские успехи и программистские таланты, в действительности, суть не что иное, как, ну, такой вот творческий процесс, просто обмазанный со всех сторон очень жесткой дисциплины мышления. И, забегая вперед, скажу, и, так сказать, перефразируя, цитируемая здесь Столярова, скажу, что вот школы этой самой дисциплины мышления и есть парадигмы программирования. Но вернемся к, собственно, программированию. Операциональное определение алгоритма, вообще говоря, недостаточное. Прежде чем мы попробуем как-то вычленить из многообразия формализмов алгоритмических какое-то общее, вот, не обещаю, что оно будет чудесное, это общее, ну, попробуй. Вот. Прежде чем из многообразия алгоритмических формализмов вычленить что-то общее, давайте рассмотрим такие наиболее одиозные примеры этих самых формализмов. Ну, например, мы с вами все знаем, а те, кто учился на первом курсе, знают про машину тюринга, как бы изучали, собственно, саму машину тюринга, вот, мы все с вами знаем, я думаю, хотя бы один процедурный язык программирования, он же императивный. И довольно простым формализмом императивного языка программирования является машина тюринга. Вот. Я тут без оленей совести совершенно в основном ссылаюсь на Википедию, потому что по этой части, как оказалось, достаточно неплохо в Википедии все написано, спорить тяжело. Что такое машина тюринга, есть кто не помнит. Машина тюринга – это такой простейший автомат, где бы тут картинку нарисовать. Вот, вот, вот. Вот это вот модель машины тюринга, в которой с точки зрения, скажем так, нашей с вами практической моделирования указано все, что есть. У нас есть бесконечная лента, на которой можно записывать всевозможные символы. У нас есть логическое устройство, в которое мы закладываем программу для машины тюринга. У нас есть считающая-записающая головка, которая умеет считывать ячейки с ленты и записывать туда другие значения. Вот. Еще головка умеет перемещаться этим делом. Команда переместить головку, считать значения. Ну, считать значения – это всегда происходит. Мы рассматриваем. Головка умеет, всегда видит какую-то ячейку и может туда что-то записать. Вот. Команда переместить головку, записать, подает логическое устройство. А сама программа выглядит примерно вот так, как в Википедии. Вот. Вводится понятие состояние. Это такая точка, это именно состояние, в которое сейчас находится наш исполнитель под названием машины тюринга. Вот. И вот их тут 9 таких состояний. Вот. И дальше строится простейшая таблица. Находясь в состоянии Q2, обозревая, допустим, символ X. Находясь в состоянии Q2, обозревая символ X, мы переходим в состояние Q3. В ячейке остается символ X. Мы туда записываем то, что там было. И смещаем головку налево. Вот такого сорта команды исполняет машина тюринга и больше никакий. Обращаем ваше внимание на то, что в данном представлении, это представление смешанное. В этой табличке можно было не рисовать левую часть. Совсем. Вот эту. Да. Находясь в состоянии Q2, обозревая символ X, мы переходим в состояние Q3, оставляя символ X и записывая L. Находясь в состоянии Q4, обозревая символ звездочка, мы переходим в состояние Q5. В ячейку записываем единичку и переходим направо. Вот, да, значит, другой вариант представления программы для машины тюринга, это когда просто список вот такого рода команд. И это все. Важно понимать, что у нас есть абстрактный исполнитель, вот выглядящий как вот такая картиночка. Вот. Но он абсолютно не нужен для того, чтобы этот формализм работал, потому что формализм описывается вот группой. Входное слово на ленте, алфавит, список правил и, собственно, кажется, все. А, ну и термирующее правило, когда вычисление, собственно, заканчивается. То есть одно из состояний, не правило, а состояние, состояние остановки. Как ни странно, это вполне себе императивный способ, привычный нам способ программирования. Ну, например, мы можем узнать здесь некоторый прототип языка Сэмбер, который придумал Тюринг в незапамятном году. Я думаю, что в годах этих 30-х, да. Да, 36-й год. Вот у нас есть эмулятор машины Тюринга. Давайте попробуем какой-нибудь пример. Вот пример программы Тюринга, которая интерпретирует входное слово как двоичное число. Вот. И прибавляет к нему единичку. У него всего два состояния. Ну, понятно. Прибавление и перенос. Да. Вот, смотрите. Значит, программа, как видите, здесь задана в... Она называется схемой. Она задана в табличной форме, а не в форме вот таких вот правил, как здесь. Вот. Ну, так удобнее смотреть. Вот мы сейчас находимся в состоянии... А, еще в этот список входит начальное состояние, я забыл сказать. Но это не очень важно. Вот мы находимся в состоянии ноль. Обозреваем сейчас единичку. Вот она. Да? Давайте погромче сделаю. Обозреваем единичку. И происходит один шаг алгоритма. Обозревая единичку, мы должны записать обратно единичку, перейти в состояние q0 и сдвинуться направо. Отсутствие соответствующих мест конкретно в этом эмуляторе означает, что мы это не меняем. Сдвинулись направо. Обозреваем ноль. Обозревая ноль, мы должны сдвинуться направо, записать ноль и сохранить состояние ноль. Обозревая единицу, б... Увидели пустой символ лямбду. Обозревая пустой символ, мы должны, во-первых, сдвинуться не направо, а налево. А во-вторых, перейти в состояние 1. Перешли в состояние 1. Что мы видим в состояние 1? Видя единицу, мы должны записать ноль, перейти налево и сохранить состояние 1. Увидели ноль. Это у нас был перенос, если помните. Увидели ноль, к нулю мы должны прибавить единицу, ничего не делать, никуда не переходить. И выйти в финальное состояние, которое в этом эмуляторе АА обозначается восклицательным знакомом. Все. Вот мы прибавили к числу 101 единичку, получили 110. Двоичный, по-разному. Дальше не буду... Дальше не буду... Вот тут более хитрая, например, машина Тюринга, которая... Более хитрая машина Тюринга. Которая... Что там делает? Удаляет все буквы из входного слова. Вот. У нее, как видите, аж 5 состояний. Вот. Ну, у нее 5 состояний, потому что у нее алфавит состоит из трех букв. А, Б, С, а удаляется только буква. Соответственно, нам нужно для каждого из этих вариантов обозрения использовать состояние. Мы не будем ходить дальше в машину Тюринга. Вот. Ну, давайте я просто пошагаю. И вот мы дошли до конца. А теперь будем удалять. Оп. И переносить... Видите, она переносит направо за эту решеточку только... Ну, в общем, вот. Такие дела. Машина Тюринга. Значит, как уже было мной сказано только, что машина Тюринга – это вполне себе алгоритмически полная штука. Настолько алгоритмически полная, что с нее, собственно, и началось определение алгоритмической полноты. Во-вторых, вполне себе императивный формализм. Да? Вот. Кстати сказать, тут есть один энтузиаст, который машину Тюринга изготовил. Вот эта машина Тюринга настоящая, работающая. Тут где-то видео было. Вот она так выглядит, смотрите. Тут программа доносится. Да, тут вот некто Ник Колзень рекламирует фильм «Игра в имитацию». Да, там даже немножко разговор про реализацию машины Тюринга идет. Но там все-таки это была другая машина, была дешифрующая машина. Вот. А где же у него тут видео-то было? Ну, ладно. В общем, поищите. В YouTube там где-то есть видео, как эта вся фиговина работает, настоящая. А, вот, видео-овервью. The following vision. Нет, Энигма это же шифровальная машина, ничем она не была похожа на машину Тюринга. Совершенно другой, другим примером англоэльмической, ох ты, быстро, быстрее надо идти, алгоритмической полноты является, например, нормальный ангарифм Маркова. Это алгоритмически полная формальная система, которая устроена очень просто. У нас есть множество правил по алгоритму через букву Ф, кстати сказать. Марков писал слово алгоритм. Вот. У нас есть алфавит, опять же, входной. У нас есть входное слово. И у нас есть множество правил преобразования этого входного слова. Устроено следующим образом. У нас слева тот шаблон, который, та цепочка, которая должна встретиться в слове. А справа то, на что он изменяется. И весь, вся программа состоит в том, чтобы сверху вниз просматривать вот эту схему формул подстановки, находить первую, которая подходит. Вот. И выполнять ту подстановку, которая здесь указана. А потом снова, значит, находить первую и так дальше. Я здесь этого не вижу, а в классической... А, нет, здесь написано, вот они, простая или заключительная. В классическом нормальном алгоритме Маркова вот эти стрелочки бывают двух видов. Это простая подстановка, после которой вся операция продолжается, или заключительная, после которой мы говорим, что, собственно, вычисление наше закончено. Вот. Вот тут есть эмулятор. Давайте мы посмотрим, например, сложение двух троичных чисел. Вот. Ух, нет, это слишком сложно, поскольку мы сейчас не будем. Давайте лучше умножение троичного числа на 2. Вот. Значит, вот смотрите. У нас есть троичное число, мы хотим его умножить на 2. Вот список правил, которые этим... Давайте погромче сделаю. Вот список правил, которые это делают. Давайте попробуем, посмотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, левые части этих правил, все вплоть до самого последнего, содержат либо решетку, либо звездочку, либо галочку. То есть, какие-то символы, которых в исходном слове нет. Поэтому ни одно из этих правил не будет применимо, а будет применимо самое последнее правило. О, так и есть. Применилось самое последнее правило. Теперь у нас в списке появилась звездочка, и я подозреваю, что будет применено вот это правило, потому что первое, что у нас встречается в этом списке, это звездочка 2. Тоже так и есть. Фактически, вот такого рода правило, это просто переброс звездочки с одной стороны на другую нашего очередного символа в слове. Ну вот пошло. Доехали до конца. Заменили на решетку. Зачем мы заменили на решетку? Сейчас умножать будем. Видите? Единичка умноженная на... 0 умноженный на 2, это просто 0. Единичка умноженная на 2, это 2. А 2 умноженная на 2, это единичка с переносом. И мы переваливаемся в ту группу правил, которые снабжены крышечкой. И теперь мы будем этот перенос генерировать. Если мы увидели, что слева оказалось пустое место, значит мы добрались до более старшего разряда, записываем туда единичку и финальное правило. Вот у нас исходное число умноженное на 3. Так работает нормальный алгоритм Маркова. Еще раз. Это алгоритмически полный формализм. Понятное дело, что мы сейчас не говорим про те типы данных, которые они могут обрабатывать. Но, как я чуть позже скажу, все эти типы данных, которые умеют обрабатывать алгоритмически полные системы, они эквивалентны друг другу. Они все перечислимые. Ничего другого алгоритм не может обрабатывать. Только перечислимые данные. А если они перечислимые, то формально говоря, с точки зрения математики, они все одинаковые. Все строки, все целые числа. Ну, собственно, те, кто знает, что такое нормальный алгоритм Маркова, я думаю, вспомнили. Те, кто не знает, ну, боюсь, что ничем, кроме как наглядной демонстрации, я вас развлечь сегодня не могу. Но обратите внимание, что вот эта вот программа умножения табличного числа на 2. Ну, там есть программа сложения чисел, посмотрите, там есть примерочки. Меня тут спрашивают, будем ли мы писать компилятор. Нет. Если вы посмотрите, вот я найду ссылочку на материалы этого курса на сайте кафедры, там в этом курсе будет изучение большого количества языков. Я подозреваю, что вам этого не достанется, дорогой Андерсон Сильва, потому что я читаю только 3 лекции в рамках этого курса, а остальные, остальная работа, она внутри, к сожалению, идет внутри группы кафедры АЯ. Вот. Ну, так уж так у нас заведено. Я не буду сейчас обсуждать, как я отношусь к творчеству Столярова, просто это не в теме. Я, разумеется, очень уважаю и самого Столярова, и его творчество. То есть, ну, трудно не уважать то, что он делает. Как бы уважать гораздо проще. Вот. А более глубокий анализ не входит в содержимое нашей лекции. Что еще? Ну, давайте там, не знаю. Вот, допустим, тут я не придумал онлайн этого самого. Допустим, теория рекурсивных функций. Я вот тут эмулятор нашел. Вот. Пока я его вам не покажу, а пока мы давайте сходим, опять же, в Википедию, почитаем про рекурсивные функции. Совершенно другой подход к созданию формализма алгоритмически полного. который выглядит как, вообще говоря, математическая формула. То есть, наш исполнитель, он совершенно абстрактный, а наши требования к нему и нашим способом формализации выглядят вот так. Мы задаем нулевую функцию, которая всегда возвращает ноль. в моем интерпретаторе она будет от одного аргумента. Значит, да, все делается с помощью задания функции, чисто математической аннотации. Вот есть функция нулевая, которая возвращает ноль всегда, для любого аргумента. Вот есть функция суперпозиции. А, нет, эта функция, она у меня называется функцией ны. Есть функция ны следования, которая возвращает о следующий, следующий объект. Мы с вами работаем с перечисленными объектами. Значит, о следующий после да, но они же все перечислены. Для натуральных чисел это означает просто прибавление единиц. И функция взятия ного элемента, то есть у нас есть функция от н переменных, которая возвращает ную переменную. Все. Вот и все. Вот и mn, это функция от н переменных, которая возвращает ную переменную. И есть оператор. Оператор суперпозиции. Это вполне знакомая нам картина применения функции к результатам работы другой функции. Если у нас есть функция от н переменных и м штук функций от н переменных, то можем состряпать функцию от н переменных, сделав так. Значит, вызвать одну функцию от этих н переменных, другую, третью, четвертую, mn, составить результат, вызвать функцию оператора суперпозиции. Он же подстановки. Вот. Пока все, в общем, наша абстракция довольно легкая, но мы тут приближаемся к довольно тяжелой штуке. Давайте в нее въедем вместе. Это называется оператор примитивной рекурсии. Оператор примитивной рекурсии, сразу пропалю для тех из вас, кто немножко знает обычное программирование, это как цикл со счетчиком. Оператор примитивной рекурсии устроен следующим образом. Вот у нас есть функция f. Функция f считает какой-то результат от н переменных. Но дело не в ней, а в волшебной функции g, у которых n плюс 2, два переменных. n переменных, соответствующих тем, которые у нас изначально функция f. То есть функция h у нас будет n местная, рекурсивная. Счетчик y. И еще одно значение. Функция g от n плюс 2 переменных. Свободная переменная x, счетчик y и еще какое-то значение. Так вот, оператор примитивной рекурсии устроен следующим образом. Он сдается просто. Мы соврал. n плюс 1 переменная, конечно. Функция h, n плюс 1 переменная. Мы говорим, посчитайте мне, пожалуйста, рекурсию от функции f на счетчик n. Если счетчик равен нулю, то это просто функция f на этих переменных. Если счетчик равен единице, то это функция g от нуля функции f. Ну и глубже в рекурсию, если счетчик равен y плюс 1, то результат этого значения это функция g от всех переменных, которые мы передали, счетчик минус 1 и от предыдущего значения рекурсивной функции h. Фактически такое рекурсивное углубление на y штук обращения. С помощью такой штуки уже можно конструировать некоторые конструкции. Но такая система алгоритмически полной не является. Алгоритмически полной является системой, в которой нужно добавить оператор минимизации. Оператор минимизации это абсолютно волшебная вещь. Ну, в прямом смысле этого слова. Чудесная. Которая выглядит следующим образом. У нас есть функция, ну, скажем, на n минус 1 аргумент. Вот она. Для того, чтобы... Значит, наш оператор минимизации вычисляет некоторый y. Это такой y, для которого функция f... Это такой минимальный y, для которого функция f на тех же наборах переменных равна нулю. Вот. Вот добавление такой вот странной конструкции в наш математический формализм делает всю эту систему алгоритмически полной. Да? Ну, заодно хорошо показывает, что ни о какой... ни о какой... ни о какой проверке является ли данной... данная функция функции алгоритмом. То есть, не зависает ли она. Не-не-не-не. А вдруг не бывает f равного нулю. Да? Или в некоторых случаях не бывает f равного нулю. Ну, поэтому вот. Чтобы, значит, не пытаться все это... все это проговорить одними только словами, вот давайте мы посмотрим на мой эмулятор. Надеюсь, его видно. Вот. Значит, давайте я покажу, как выглядит... как выглядит этот синтаксис. Значит, здесь нулевая функция от одного переменного, а не от нуля, как в Википедии. Функция next, следующее число, то бишь, следующий элемент нашего перечислимого множества обозначается буквой n. Итерация. Не итерация, а проекция. Да? Выбрать m-ный элемент из n. m-ный переменный из n обозначается и с квадратными скобочками. Соответственно, оператор суперпозиции, когда мы применяем одну функцию к другой, тот выделен в отдельный оператор. Выглядит он вот так. Мы говорим, что суперпозиция функции g на функции е на разные функции вот такие. Вот. И оператор рекурсии выглядит вот так. r от две функции. f1 это наша функция исходная, а f2 это наша большая функция, которая от многих элементов. Ну и, наконец, оператор минимизации, он выглядит как m. Давайте посмотрим на примерах. Вот, значит, у нас есть пример. Мы определяем для чего-то, сейчас скажу для чего, некоторую функцию next3, в которой есть суперпозиция, функция прибавления единички, функция n, и взятие почему-то третьего параметра из трех параметров. Значит, наша функция next3 будет тренарной, то есть, она будет принимать три параметра. И она будет возвращать, что она будет возвращать? Она, по идее, должна возвращать третий параметр плюс один. Вот тут написано это. Давайте проверим. Так. Да. Вот она тупо возвращает третий параметр плюс один. Зачем это надо? Затем, что теперь мы с помощью функции рекурсии можем определить сумму. Вот. Что такое сумма? Это рекурсия, применимая к банально текущему первому параметру, да, в которой будет, поскольку у нас для рекурсии требуется n плюс 2 местная функция, да, n, дальше счетчик, и нет, это суперпозиция для рекурсии. Вот. n плюс 2 местная функция. Нам требуется n, дальше счетчик, и дальше значение предыдущего, предыдущий рекурсивный вызов. Ну вот. Соответственно, наша рекурсия, та функция, которая вычисляет, относительно которой у нас идет рекурсия, должна быть трехместной. Вот это функция next3, вот, и рекурсивно применяя ее изначально к функции возвращения просто первого параметра, мы получим операцию сложения. Ну, давайте попробуем, где тут у нас сумм. Вот. сумм 1.3. Нет, сумм 1.3 это что такое? Нам не нужен сумм 1.3. Давайте это уберем, чтобы никого не путать. А вот напишем сумм. Да, сумм. Че? Где-то я все-таки вызвал сумм 1.3. Да. Черт. Ну, давайте, давайте еще разок. Да, зараза такая. Ну, теперь он не будет работать. Обидно. Ну, ладно. Хм, а зачем я удалил тогда? Ох, ну, ладно, значит, давайте попробуем восстановить это безобразие, если я успею. Если не успею, значит, пройдем это мимо. Такой хороший пример сам себе загубил, а? Сумм 1.3 это сумма 1 и 3, это суперпозиция от оператора суммы, которая возвращает первый из трех и третий из трех. Ну-ка, проверяем. Фу, счастье. таким же образом мы определяем оператор, скажем, умножение, как рекурсия, начиная с нуля, суммы первого и третьего параметра. Да, значит, у нас должна быть трехзначная функция, которая складывает первый параметр со вторым, вернее, получает три параметра, первый параметр счетчик и третий, вот, и, соответственно, вот такая рекурсия. Мы должны эту функцию написать, вот она, она складывает первый с третьим параметром, и мы ее рекурсивно применяем к нулю. Получается умножение. Вот. Вся вот эта фигня мной была затеяна ради того, чтобы написать деление через оператор минимизации. Я очень долго, я всю голову себе сломал, чтобы научиться использовать оператор минимизации. Значит, как устроен оператор минимизации. Определим функцию субмол. Субмол это а минус б умножить на с, то есть первый параметр минус второй умножить на третий. Как выглядит первый параметр минус второй умножить на третий? Это суперпозиция вычитания из первого параметра чего? Произведение второго и третьего. Суперпозиции умножения второго параметра на третьий. Определили такую трехмерсную функцию, которая из первого параметра вычитает произведение 2-го и 3-го. Так вот, деление – это всего лишь оператор минимизации под этой вот фигне. Вот. Понятное дело, что оно немножко мутненькое. Например, если я сейчас скажу 16 делить на 5, то она мне даст 4. Ну да и ладно. Как так работает? Это довольно неэффективный алгоритм, разумеется. Но работает это так, что, значит, мы берем функцию а минус b умножить на c и подбираем, согласно определению минимизации, такое b, то есть в такой второй параметр, при котором, такой минимальный второй параметр, при котором вся функция внезапно становится равно нулю. А становится она равна нулю тогда, когда это b умножить на c превышает а. Все. Ну, тут я пропустил функцию p, превьюз, которая вычитает единицу. Вот. И, соответственно, эта функция p, она вычитает единицу до тех пор, пока мы дойдем до нуля. Из нуля она уже ничего не вычитает. Вот. Ну, потому что нет у нас, у нас только эти самые, только натуральные числа и ноль. Видите, как она устроена? Это тоже рекуссия на ноль, которая возвращает предыдущее значение. Ну, то есть вот. К сожалению, эта штука существует в виде от конкретного странного экзешника, но я уже примерно понял, как ее написать. Если кто-то из здесь присутствующих или я решат для себя, что стоит такую штуку реализовать, чтобы она была общедоступна, я буду очень рад. Вот. Так вот. Вот оно деление, да? Оно работает почти. Так вот. Несмотря на то, что фактически вот эта вот минимизация вычитания с умножением, это крайне неэффективный алгоритм. Потому что просто перебор. Мы сначала умножаем на ноль, вычитаем, потом на один вычитаем, потом на два и так дальше. Нет, не может, у нас нету отрезательных чисел вообще, мы работаем только с положительными числями, с целыми числями. То есть это, наверное, может, но это будет, так сказать, выход за рамки, области определения. Несмотря на то, что этот алгоритм совершенно неэффективный, а вернее так, благодаря тому, что этот алгоритм совершенно неэффективный, у нас такие штуки, как в голом виде теории вычислимости и теории общерекурсивных функций в голом виде не используются. Потому что, внимание, с точки зрения математики, вообще говоря, все равно вот этой математики, да, математики, показаемой вычислимости, вообще говоря, все равно, какая вычислительная сложность. Если функция определена на данном наборе параметров, значит, она вернет значение. А если не определена, значит, она не определена. Соответственно, если она вернет значение, значит, вся эта фигня алгоритмически вычислима. Такой вот формализм, тоже являющийся алгоритмически полным. У нас, к сожалению, мало времени, и я не буду вам рассказывать про пролог, потому что вам будут рассказывать про пролог в этом курсе. Скажу только, что логическое программирование и его способ формализации всей этой ерунды тоже алгоритмически полон, тоже совершенно не похож на то, что мы с вами знаем про программирование, ну, по крайней мере, в основном. Вот, и тоже, вот, цветет и пахнет, там, свипролог, он регулярно релизится, вот, на днях я очередной релиз собирал, вот, к нему есть много всяких этих самых веб-интерфейс, вот, свиш, это веб-интерфейс к свипрологу, вот, вот, видите, какая красота. И там прямо можно загрузить, ну, не знаю. Вот это головонка Эйнштейн. Не будем ничего объяснять, времени нету, пролог вы еще увидите, идея состоит в том, в прологии, что вы описываете некоторые, ну, некоторые утверждения, а потом говорите, верно ли утверждение такое-то. Прежде чем идти дальше, чуть-чуть разговор про тезис Чорч-Тюринга, это тезис, который неизвестно, ну, невозможно, кажется, доказать, который состоит в том, что алгоритмическая вычислимость, ну, короче, что все формализмы алгоритмические полные, друг другу эквивалентны, в частности, эквивалентна частично рекурсивная функция, которую мы только что смотрели, и, допустим, вычислимые на машине Тюринга функции. Вот. Есть еще более жесткий тезис, ну, во-первых, речь идет, есть еще тезис, применимый к реальному миру, что любая вычислимая физическим устройством функция можно вычислить на машине Тюринга. Вот. Есть более жесткий тезис, тезис Чорча Тюринга-Дойча, и вот, который вводит понятие континуум и говорит, что вычислимость, она, вот все эти утверждения про вычислимость, они верны только для конечных физических процессов, а, допустим, на квадратных компьютерах вполне возможно мы можем какие-то более серьезные вещи моделировать, например, такие физические процессы, которые существенным образом используют понятие непрерывности, континуума и всего остального. Значит, что я хочу сказать. Пришло время, значит, во-первых, переходить к понятию парадигма, хотя вы уже примерно себе представляете, наверное, что мы имеем в виду, когда говорим про парадигмы. Я только хочу сказать, вернее, по ходу сказать одну важную вещь. Как видите, рассмотренные нами алгоритмически полные формализмы, я сейчас даже не говорю про языки программирования, просто простейшие формализмы. Друг на друга не похожи от слова совсем. То есть там вот реально, чтобы выделить в них что-то общее, надо напрячься. Для себя я нашел только два четких требования, помимо, собственно, требований, чтобы это были алгоритмические формализмы, то есть они удовлетворяли вот этому нашему операциональному определенному алгоритму. Два формальных требования – это те объекты, которые мы моделируем, мы должны иметь возможность к ним ссылаться, аллигировать. То есть вот у нас прошел какой-то объект, и надо к нему обратиться еще раз. К тому же самому. Например, свойством аллигирования объектов не обладает калькулятор, поэтому он не является формальным интерпретатором, ну как бы алгоритмически полным интерпретатором. На калькуляторе вы ввели данные, нажали кнопочку «Сложить», получили результат, и этот результат вы должны куда-то записать на бумажку. Вот. А вот калькулятор с памятью, особенно с бесконечной памятью, уже имеет шансы стать алгоритмически полным, если будет выполняться второе свойство. А второе свойство – некоторые действия, должна быть возможность выполнять действия в зависимости от свойств объекта. Вот два свойства, которые дополнительно наматываются на формальную систему, которая похожа на систему для формализации алгоритмов, чтобы она была таким системой для формализации именно алгоритмов, алгоритмический пол. Понятное дело, что это очень нечеткие требования. Ну, давайте я приведу… А, буду чуть позже приводить примеры, когда у нас будет в парадигмах. Понятно, что это очень нечеткие требования, потому что как должно быть реализовано это аллигирование, как должны быть устроены действия об условленных свойствах объекта, мы не знаем. По-разному. И поэтому единственным нормальным критерием является тезис Чорча относительно того, что на вашем языке программирования можно написать машину Тюринга. Хороший, годный язык. Ну, или представить его как суперпозицию, представить в нем произвольно вычислимую функцию. Вот. Мы возвращаемся к утверждению, что программа – это формальная запись под алгоритмы, программирование, актуализация программы. Ну, все. Значит, у нас осталось совсем немножко говорить про парадигмы, но на самом деле про парадигмы мы уже поговорили довольно много, потому что я вам продемонстрировал основной принцип, по которому будет построен нынешний курс, а именно переключение. Каждая новая тема будет требовать переключения такого, переключения способа думать. Да? Вот самое такое неформальное, но при этом самое близкое к тому, что хочется показать в этом курсе понятие парадигмы – это такой способ думать. А другая парадигма – это другой способ думать. Википедия нам говорит, что парадигмы программирования, совокупность идей, понятий, определяющих стиль написания в компьютер программ. Ни о чем. Я дал пример такое же определение. Дисциплина построения актуализации алгоритмических полных формализмов. Дисциплина. Вот сообразно, какой дисциплина мы это делаем, такая у нас и парадигма. Вот. Но определение, такой способ думать – это хорошее определение. Готовьтесь к тому, что в этом курсе вам придется много думать и каждый раз по-разному. Вот. Мой, лично мой тезис состоит в том, что в рамках парадигмы, в первую очередь, должны различаться способ аллигирования и способ обуславливания. Или обусловливания, я не знаю, кто знает русский лучше меня, а поправьте. Вот. Наверное, все-таки обусловливание надо поправить. Вот если в двух языках способ аллигирования и обусловливания, то есть аллигирование объектов и обусловливания команд примерно одинаковые, то они скорее всего реализуют одну и ту же парадигму. Вот. Ну, я тут наговорил каких-то слов. Я еще буду говорить немножко слов, осталось совсем немного времени. Внимание, вопрос. А где в этих требованиях циклы? Ну, мы знаем, что должны быть циклы. Вот смотрите, в классическом языке программирования аллигирование – это переменные. Мы ссылаемся на данные с помощью переменных. А действия обусловленных свойств объектов – это условные операторы и циклы. Где циклы? А нужны ли они? Ответ. В разных формализмах циклы могут быть, а могут и не быть. Вы будете смеяться, но в классическом императивном программировании циклов как таковых нет. Вот возьмем архитектуре фон Неймана. Помните? Адреса, инструкции, память, работа с памятью. Там нет специального оператора цикла. Там есть оператор перехода. И в зависимости от того, вперед он или назад, то есть последовательное выполнение дойдет до оператора, помеченного красным крестиком, второй, третий, н-ый раз или не дойдет. Это цикл или не цикл. Вот. То же самое, кстати сказать, относится к, допустим, теории вычислимости. Мы уже видели, что примитивные рекурсии – это прямо цикл-цикл со счетчиком. А вот оператор минимизации, конечно, он в реальности должен реализовываться как перебор всех возможных значений от нуля до у, от нуля до бесконечности, пока образующая функция, прообразующая функция не станет равна нулю. То бишь перебор, то бишь цикл. Но в действительности нигде циклическая природа вот этой штуки не упомянута. Если у вас есть чудесный способ сразу ответить на вопрос, на каком значении y ваша функция принимает значение 0, так и отвечайте. И тогда никакой цикл не 0. Вот. Да, 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 Артем. Любая программа может что-то там перетереть. Понимаете, вы сейчас рассуждаете в терминах практически удобной реализации, а с точки зрения парадигмы и фон Нейман, и машины Тюринга, язык программирования, не знаю, Паскаль – это все представители одной и той же парадигмы императивной. Вот. Что еще? Ох, время у меня кончается. Нужна ли последовательность выполнения инструкций? Ну, тут ключевое слово последовательность. Да? На самом деле последовательность выполнения инструкций – это довольно сильное сужение нашего понятия алгоритмической полнота, потому что вообще говоря, ну мы все знаем про параллельные вычисления. Мы знаем про то, что есть понятие независимости вычислений по данным и по управлению, и это значит, что мы можем себе вообразить формализм, в котором вместо последовательных вычислений имеется ориентированный граф вычислений. Да? Поэтому последовательность далеко не всегда нужна. Что мы еще привыкли видеть в обычных языках программирования? А вот, например, переменные. А нужны ли переменные в том виде, в котором нас учили их там в языке C, Pascal, Java, Ketone, Fortran, не знаю. Такая коробочка, в которой мы положили значение, а потом наш алгоритм к этой коробочке ходит, значение оттуда, значит, берет, а потом кладет туда новое значение. Да? На самом деле, такое понимание переменной, такой способ аллигирования, он для функциональной парадигмы, не характерен вовсе. В функциональной парадигме вы преобразовываете данные вашим алгоритмам, и они, эти данные, существуют на входе, в процессе преобразования путем связывания переменных, и на выходе. Отдельно от алгоритма данные не существует, нет понятия переменной, как хранилище значений, с которым мы что-то делаем с помощью нашего алгоритма. Да? Наш алгоритм просто работает, оперирует с какими-то данными, вводит их и выводит. Нет такого, что мы потом вернулись и вон там поменяли. Вот. Что еще? Ну вот мы с вами видели пример, когда в алгоритмически полном формализме, именуемом частично рекурсивными функциями, вычислитель, ну, странное по деле, которое еще непонятно как работает, вполне возможно очень неэффективно. А сам математический формализм вполне себе как бы универсальный. Именно с него начинается тезис Черчилля об эквивалентности машин Тюринга и частично вычислительных функций, частично рекурсивных функций. Так что вычислитель совершенно не обязательно должен быть конкретный ИВМ. Мы об этом, кстати, будем говорить на следующей лекции. О том, что в рамках парадигмы мы можем очень жестко привязываться к вычислительу, а можем от него отвязываться. Еще один вопрос. Ну, вот еще один пример, когда парадигма рвется. Да? Значит, переключается, да? Парадигмальная смена происходит. Вот, допустим, у нас есть функция. Эта функция принимает некоторые параметры. Мы ее вызываем один раз, мы ее вызываем другой раз, мы ее вызываем третий раз и так дальше. И каждый раз конкретно выполняется один и тот же код, просто параметры разные. Но так, если мы повторно используем ее в нашей парадигме реализованы как функция. А если она, например, реализована как макроподстановка, то одно и то же имя макроса в результате превращается в два, три, н разных областей кода, которые выполняются ну, как бы по-разному. Соответственно, там всякая специфика появляется, макровзрыв так называемый и так далее. Андрей, утверждение, что где-то вычисление производится мгновенно, это неверное утверждение. Некоторые команды производятся за фиксированное количество тактов. Но это не означает, что последовательность этих команд будет производиться за то же самое количество тактов. Давайте заходить наконец на финал, потому что я и так уже выжил больше времени, чем обещал, но буквально пять минут. О чем, собственно, этот курс будет? Я уже все практически сказал, что никакого специального списка парадигм нет. Зайдите на сайт, на Википедию, почитайте, что там пишут о парадигме программирования. Их перечисление заняло бы минут 20. Парадигмы могут пересекаться, языки бывают мультипарадигмальные. Хотя, по-хорошему, стоит изучать такие языки программирования, которые отражают определенную парадигму наиболее полно и адекватно. И в этом случае, скорее всего, их мультипарадигмальность под вопросом. Рассказ про парадигмы идет не только потому, что мы хотим с вами поупражнять мозги и вот это все. Но еще и потому, что парадигмы живы, потому что под них есть задачи. Вот, соответственно, вот примерно так будет построен курс, очередная парадигма, один или несколько языков, которые эту парадигму реализуют и задачи, которые решаются. Нет, макроподстановка типа припроцессоров C++. Только припроцессор это такой ограниченный инструмент, а мы посмотрим на более общий инструмент. Это был вопрос, макроподстановка это как зависимость пакетов. А вот макровзрыв, да, это вот. В чем главная проблема того, что мы, то с чем мы боремся. Главная проблема это вынуть из представления современного программиста, ну того программиста, человек, который выучил Java, C++, Python. Один единственный способ думать, который я назвал как процедурное окостенение алгоритмического мышления. Вот мы с вами очень падки в сторону самого простого и самого естественного способа думать, самые естественные парадигмы, которая называется императивной, то есть вот действия, вот объекты, мы действуем над объектами, вперед, да. Ну или если чуть более четко, процедурный. Мы говорим, что вот, допустим, как, не знаю, сварить яйцо. И дальше идет алгоритм. Кастрюлю, налить воду, поставить на горелку, зажечь горелку, положить яйцо, подождать одну минуту. Ну вот это все. Это все вполне естественно для бытового поведения, для 99% случаев бытового поведения императивный способ описания, но для большого класса задач процедурное мышление очень вредит. Я надеюсь, что это будет видно в тех местах, где мы будем изучать специфику разных парадигм. И вот попытаться задвинуться, говорить о процедурное мышление в некоторую область своей головы, да. По типу того, как мы его пытались задвинуть, когда рассматривали вот эти формализмы. Это цель данного курса. Ну и разумеется, изучение соответствующих языков. Вот. Мне не хватает разговора про то, что у нас не будет. Расскажу просто, что мы не будем изучать всевозможные эзотерические языки программирования. Мы не будем изучать языки программирования, которые сами по себе интересны, и подходы, которые сами по себе интересны, но укладываются в рамках традиционной парадигмы, чтобы не умножать сущности. Вот. Очень жалко, что у нас, например, скриптовых языков не будет. Вот. Нет, про ПЛИС лекций не будет. У нас лекции про программирование как... про способ алгоритмической формализации. Ну и если вы зайдете, опять же, на... вот сюда, вот в Википедию, почитаете, какие Википедия знает парадигмы программирования, то вы поймете, что далеко не все мы можем на этот семестр изучить. Вот. Так. Ну, что поделать? Значит, на этом моя роль надолго прерывается. Я, видимо, прочту еще парочку завершающих лекций по этому курсу. Еще раз хочу извиниться у своей аудитории. Я не знаю, будут ли доступны записи лекций оставшихся таким образом, чтобы я их мог сюда выложить. Я поговорю об этом с кафедрой. Возможно, нет. В прошлом году они доступны не были. Извините. Вот. Ну, маленькая, несколько секунд рекламы. Сегодня вечером первая лекция по питончику. А в пятницу первая лекция по разработке подлинных. Вот. На чем всем спасибо. Я думаю, что пока вопросов больше нет, пускай они... значит, если что, задавайте их мне в канальчике. У нас есть канальчик наш... вот, моих лекций. Вот. И те из вас, кто смотрит больше одного курса на моем канале... Алексей, зайдите на сайт, сходите по ссылке в Википедию. Вот берите в Википедии эзотерические языки программирования, и ваше любопытство будет удовлетворено. Ну вот. Собственно, на этом все. До встречи на других моих разговорах про питончик и Linux, или, возможно, в конце семестра мы с нами снова встретимся в рамках курса парадигм. Вот. Всего доброго.